Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о законе о такси, точнее о нескольких законопроектов. Я думаю, что те, кто следит за законопроектами, законами о такси, знают, что у нас в Госдуме находятся два законопроекта, которые касаются госрегулирования деятельности по перевозке легкового такси и деятельности служб заказа легкового такси. По-русски, то есть от закона такси, на самом деле, разработка данного закона уже ведется ЛЕС-6. В настоящее время, как я уже сказал, в Госдуме два закона, они зарегистрированы в электронной системе законопроектов, которые затрагивают себя. И, в принципе, цель этих законопроектов – это, например, регулирование сферы деятельности агрегаторов, которые напрямую влияют на формирование сейчас рынка такси, и их бренды, скажем так, набирают сейчас ход. Но законодательно они не регулированы. И онлайн-агрегаторы, соответственно, не учтены и фактически не идентифицированы в процессе оказания этих транспортных услуг, не установленных права и обязанностей, а также ответственность перед пассажирами. Есть, естественно, прецеденты, например, споры с Яндекс.Такси, когда пассажир, потребитель в результате судебных разбирателей все-таки выиграла спор и получала компенсацию именно от агрегатора, то есть от Яндекс.Такси, вне зависимости от страховой компании. Но это большее исключение, чем практика. Второе цель таких законов – это ужесточение обязанностей водителей. Куда без этого? И, в принципе, наверное, тоже это одна из основных направлений. И каждый месяц появляется предложение. Так вот, из последнего, я думаю, что тоже вы слышали, это штрафы для водителей, автобусов, таксистов. За ряд распространенных нарушений правил дорожного движения предлагается поднять вдвое и соответствующие поправки в Кодекс миссеративных правонарушений МИТРАСов размещены уже на портале проектов нормативных актов. Итак, МИТРАС предлагает увеличить штраф, например, за управление неисправным автомобилем с 500 до 1000 рублей, штраф за проезд на красный свет на уровне 2000 рублей вместо 1000 рублей, за причинение лёгкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения штрафовать от 5 до 10 тысяч в замене нынешних, там, 2,5-5 тысяч. Ну, то есть, фактически увеличение в два раза. Также, я думаю, что все, кто работает в такси, слышали, что, опять же, МИТРАС готовит пакет законопроектов, которые запретят ранее судимым по уголовным статьям гражданам работать водителем такси. Изменения также планируются въяснив Трудовой кодекс и ряд других законов. Вот условия об отсутствии этой судимости будут также действовать для водителей, которые работают с интернет-агрегаторами. Если поправки примут, то при устройстве на работу придётся приносить справку об отсутствии судимости. Только непонятно. Во всех этих облах законопроекта есть поправки, которые касаются запрета работы с иностранными правами. И в связи с этим, в том числе и для граждан Киргизии, например, Казахстана. Но, опять же, эти поправки более радикальны, чем реальны. И посмотрим, как это будет в действительности. Вот по поводу справки о судимости. Так как у нас имеют право работать иностранные граждане, например, с российскими правами, то получается, что им придётся приносить справки из полномочийских органов, то есть иностранного государства, а гражданам России заказывать в МВД. Один из законопроектов был принят в первом чтении в 2018 году. И на самом деле в настоящее время он находится всё время на поправках, на внесении изменений. И перспективы этого законопроекта пока непонятны, потому что многие действительно положения там радикальны. Ну, в том числе отмена возможности работать для граждан Киргизии, Казахстана, Белоруссии на основании национальных прав. В конце 2019 года, у меня есть по этому вопросу также видео, опубликован пакет законопроектов, который подготовлен группой депутатов, сенаторами, в числе таких, как секретарь Госсовета Единроссия, Турчаком, который направлен на повышение безопасности пассажиров. В такси, в электронной базе, в Госдуме находится этот законопроект. Там более 90 страниц. И речь идёт именно о внесении изменений в законодатель акта, в том числе и в Кодекс эксплуатативных правонарушений, который направлен на ужесточение ответственности агрегаторов и, естественно, водителей. Данный законопроект, на самом деле, второй вот этот проект, который в конце 2019 года, он одобрен. Ядекс Акси, Ге, то есть многими агрегаторами, в отличие от первого проекта, который уже прошёл первое чтение в конце 2018 года. Что бы я хотел сказать, что там также есть пункты возможности службы заказа Акси снять ответственность. Опять же, не раскрывается в этом новом законопроекте тарификация. И ответственность агрегаторов ограничена двумя миллионами, хотя нам по Гражданскому кодексу таких ограничений нет. То есть перед пассажиром по сумме у нас отсутствует ограничение. Что касаемо водителей, то согласно документу в управлении легковым такси не допускаются лица, которые имеют иностранное или международное водительское удостоверение. То есть нужно будет получать российские права. Вот поэтому новому законопроекту. Общеводительский стаж 3 года обязан пройти аттестацию на знание уличной дорожной сети, то есть каждого субъекта и правил дорожного движения. Кроме того, путь такси опять же будет заказан, как я уже сказал, лицам с непогашенной, снятой судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям. Запрещается также брать работу водителей, которые были лечены прав в течение 6 месяцев. Но появляется возможность легализоваться для самозанятых. Таким образом, в 19 регионах сейчас у нас, на сегодняшний день действует этот системный наглообожжение. И, соответственно, можно работать не только ИП, но и самозанятым. Это тоже действительно тоже важный, скажем так, в интересах водителя, потому что ИП все-таки достаточно приличные расходы. Но никто не отменял, естественно, технический осмотр, медицинский осмотр. Данный закон также предполагает проходить их онлайн, то есть удаленно. Как будет в реалии, посмотрим, какой из этих законов все-таки выйдет на рассмотрение. Либо снимут первый законопроект, который прошел, первое чтение, и действительно очень много к нему замечаний, и он все время дорабатывается. Либо же все-таки стартует вот этот проект, который в 2019 году был размещен онлайн. Он действительно очень объемный. И как реально будет, какие будут перспективы, будем с вами отслеживать. Есть вопросы, ваши замечания, комментарии вообще к деятельности такси, к агрегаторам. Пишите в комментариях, обсудим, ну и будем отслеживать информацию по данным законам. Всего доброго вам, успехов!